Добро пожаловать ребят на 20 и предпоследний этап в Формула 1 на агром при Бразилии. Что же, сезон у нас подходит постепенно к концу, уже известен чемпион мира, уже известен кубок конструкторов, кто выиграл, в данном случае это был Мерседес или Юрис, ну, кто другого-то ожидал. Но у нас продолжается до сих пор борьба за второе место в личном зачете между мной и Леклером. На данный момент Леклер немного вырвался вперед, но в принципе я могу еще его догнать спокойно и спокойно занять второе место. Тут все будет зависеть еще как у нас пойдет гонка в Бразилии и в Абудабе, так что будем смотреть, что у нас из этого получится. По квалификации все происходило не самым лучшим образом поначалу, но в принципе в третьем сегменте все-таки смог показать очень и очень хороший круг и спокойно занять пол позишн. И в принципе Бразилии никогда мне особо легко так не давалось, но тут вот прям кое-как я смог все-таки ее осилить и побороть. Леклер у нас будет стартовать на четвертом месте, а между нами будет два Мерседеса, что в принципе интересно. Ну, посмотрим, смогут ли Мерседесы хоть как-то прорваться и опять же, как у них сложится гонка. В Бразилии достаточно техническая трасса у нас и в ней как раз наши модификации на аэродинамику будут неплохо себя проявлять. Конечно, тут еще и немаловажный факт это шасси, поскольку здесь очень большой износ, но опять же, какой-то подряд я попадаю удачно в настройки и поэтому износ у меня недостаточно большой. И при этом можно спокойно идти на стратегию в один пистоп и даже можно будет пробовать софт-медиум стратегию, если повезет. Ну, так у нас всегда доступна стратегия в софт-хард. Но, надеюсь, все-таки у нас будет мягкий состав шин, поскольку будет больше скорости за счет этого в поворотах и проще можно будет выиграть этап. Также, вспоминая Кубок Конструкторов, мы еще боремся с Феррари за второе место, но, к сожалению, очков-то надо слишком много набрать и надо, чтобы Феррари сходили с дистанции, либо не заезжали в очки. Но, в теории, опять же, мы можем выиграть Кубок Конструкторов, тут уже как повезет. У нас Феталь стартует в конце первой десятки, а Александр Албан стартует вообще в конце из-за штрафов. Ну, в принципе, как обычно, все берут штрафы, он Рикер даже на 50 позиций набрал, Албан набрался на 45 позиций. Ну, в принципе, неудивительно. По стратегии, один пидстоп, и у нас есть возможность использовать стратегию софт-медиум. И посмотрим, сможет ли у нас дожить вообще, в принципе, резина до нашего пидстопа. И переходим к старту. Газ на красные огни, я устремляюсь к первому повороту. Старт у меня был неплохим, у меня никто не атакует сразу же. Леклер у нас тут же проходит ботаться и пытается еще по внешней траектории пройти меня, но у него это не получается. Но дальше у нас идет прямая, и у него будет слипстрим от меня. И, скорее всего, он меня попытается атаковать. В принципе, что он и делает, пытается меня обойти слева. Я смещаю чуть-чуть лево, но очень сильно спестился и чуть-чуть не убил Леклера. Но повезло, что все обошлось. Но, опять же, борьба с Леклером наша еще впереди. Собственно, старт с ТВ-камеры. Как у нас Леклер отлично стартовал и сразу же в первом повороте прошел ботаса. Опять же, благодаря тому, что Льюис получил штрафы в виде пятипозиции на стартовой решетке, из-за замены элемента, скорее всего, он получил возможность атаковать только ботаса. И, по сути, уже был я перед ним. Также позади нас развернулась борьба между Ботасом и Херстаппином, которые боролись за третью позицию. Ну и, собственно, да, вот тот момент, как Леклера понесло, конечно, повезло то, что позади Ботас был достаточно далеко, чтобы въехать в Леклера. И поэтому ему повезло то, что Леклер никому ничего не сломал. Ну и сам Леклер не разбился по кого-либо, как это, в принципе, могло быть. Потом Леклер на следующем кругу уже сделал то, что хотел. Именно попытался обойти меня. Залетел он в четвертом повороте просто дайв-бомбом во внутреннюю часть его и, соответственно, смог меня пройти, еще при этом заблокировал колеса. Помимо этого, также еще и Ботас меня хотел обойти, но Ботас умудрился еще и сломать переднее антикрыло об Леклера, залетая во внутреннюю часть поворота. Ну и что же, теперь мне оставалось бороться уже с Леклером, ну а Ботас постепенно начал сдерживать позади себя основную часть пелотона, благодаря чему нам никто с Леклером особо не мешал в нашей же командной борьбе за вторую позицию в личном зачете. Конечно, позади Перес пытался обойти Ботаса, воспользовавшись его проблемами с передним антикрылом. И в конце второго сектора он все-таки смог обойти Ботаса, за счет чего он также смог оторваться от основного пелотона, как мы с Леклером. Что же до нас с Леклером, мы боролись, ну точнее я ехал за Леклером пару кругов, и на четвертом кругу уже был достаточно близок к нему. И решил все-таки сделать ту же самую атаку, что сделал на меня Леклер, но чуть и раньше, конечно же, я успел его опередить до поворота, но бок о бок мы начали с ним идти, и по итогу я все-таки вырвал себе первую свою позицию. И Леклер уже пытался тут же меня где-то обойти, но возможности на контратаку у него не было. Позади постепенно Ботаса уже все обходили, собственно Льюис пытался обойти вместе с Ферстаппиным Ботаса. Ферстаппин по внешней траектории все-таки смог обойти Ботаса, и сразу же обошел и Льюиса. Льюис повезло меньше, он только смог поравняться с Ботасом, и уже на выходе напрямую смог таки его обойти. Но для Ферстаппина была плохая новость, дальше ушла в нас прямая все-таки с ДРС, и Льюис был позади Ферстаппина, за счет чего был ДРС у Льюиса. И Ферстаппин после этого еще умудряется накосячить на торможении, и по итогу теряет сразу же 3 позиции, вместо одной приобретенной. Даже еще и Макларен успел опередить, и того уже 4 позиции. Но благо Ферстаппин остался бок о бок с Маклареном, и смог еще побороться за эту самую позицию. Вперед Ботаса также еще успел прошмыгнуть Феттель, который пытался бороться уже и с Хамильтоном за 4 позицию. Ферстаппин достаточно долго воевал с Маклареном, и уже ближе к середине второго сектора все-таки смог его одолеть. Феттель на том же кругу стал уже атаковать Льюиса на старт-финишной прямой, и у него это спокойно вышло. Он вышел на 4 позицию и отправился в погоню за Пересом. Собственно, на 8 кругу у нас с Леклером произошла некая авария небольшая. Он у меня проходит в первом повороте, блокирует передние покрышки, я пытался перекрестить траекторию, но по итогу что-то пошло не так, и я просто отправил Леклера в отбойник. Ну, тем самым я гарантировал первое место, как бы, но все-таки развернул своего, как бы, напарника, которым я, как бы, его не считаю. После этого меня тут же начинает атаковать уже Перес, который нашел позади, и выходит тем самым на первую позицию, поскольку я еще поврелся переднее антикрыло. Что же в этот момент происходило у Леклера? Он пропустил Переса и Феттеля, но после немного отъехал назад и почему-то встал. Вот решил встать стеной, и в него врезались оба Мерседеса. Льюис сразу же потерял переднее антикрыло, Вальтере половину переднего антикрыла. Как итог, двое сдерживали весь пилотон позади себя, у Леклера также были повреждения, и эта троица у нас поехала на пидстоп. Соответственно, стратегия у трех этих болидов уже меняется на два пидстопа, что крайне невыгодно на этой трассе, поскольку все идут на стратегию в один пидстоп. Также я, Перес и Феттель имели большое преимущество по отношению к основному пилотону, соответственно, никто нам не мешал в нашей борьбе. Я же пытался еще кое-как воевать своим передним повежденным антикрылом, но выходило это не очень хорошо. Переса я попытался атаковать, ничего не вышло, из-за этого я подпустился к себе ближе еще и к Феттеля. Также из-за борьбы с Пересом, у меня никого из нас не было открытого крыла, и из-за этого, соответственно, Феттель имел преимущество по скорости надо мной. Ну и потом все-таки смог меня уже опередить, и я уже понимал то, что надо делать рано или поздно пидстоп, поскольку с передним повежденным антикрылом я просто не мог продолжать гонку дальше. Точнее, мог, но не так эффективно, как это было до этого. Собственно, потом у нас Леклер вышел с пидстопов и начинал уже свой прорыв через пилотон. Также у нас Ферстаппин еще сделал пидстоп, также сломав себе вроде бы передним диккрыло, и он сразу же перешел на хард, чтобы доехать на нем до конца. Почему-то вот у Леклера стратегия все равно была в топе стопа, хотя можно было также перейти на хард и пытаться доехать на нем до конца. Ну ладно, Леклер выбрал второй софт, и на нем начал свое продвижение через пилотон. В принципе, продвижение у него было неплохим, через какое-то время он сделал еще один пидстоп уже на медиум, и также уже был достаточно близок к топ-десятке. Собственно, он уже прорывался через Ферстаппина и Албана, которые делали свой пидстоп и переходили на хард. Но делали они это достаточно давно, поэтому хард у них был достаточно подизношен. За счет чего Леклер без каких его проблем проходит Ферстаппина, пытался он тут же обойти Албана, но не хватило скорости, и до поворота он не успел его обойти, или как даже поравняться, хоть даже Албан и на косяжном торможении заблокировал все передние покрышки. Но на следующем кругу, в принципе, без каких-либо проблем, даже в конце этого, он смог его обойти и тем самым уже выйти там на какую-то позицию в топ-десятке. На этом Леклер, конечно же, не остановился и погнался дальше. Следующие его жертвы стали Стролл и Гасли, которые между собой при этом боролись. Стролл спокойно вошел Гасли и тем самым воспользовался еще и Леклер, который тут же атаковал Гасли на следующей прямой за счет ДРСа. Ну а Стролл потихоньку пытался отъехать от них, чтобы также не быть жертвой Леклера и не потерять свою позицию, которую он приобрел у Гасли. Но, забегая чуть вперед, естественно, у него это не выйдет, поскольку шины все-таки у моего напарника были более свежее, чем у Стролла, и за счет этого Леклер выходит на еще одну строчку выше. Ну и, в принципе, после этого он еще догнал один из болидов Хас, который шел на четвертом месте и вышел тем самым на четвертую позицию. Что же, до меня после своего пидстопа я выхожу прямо перед Гасли, что, по сути, хорошо для меня, и потихоньку отправляюсь в погоню за Пересом и Феттелем. Также стоит отметить то, что на пидстопе я потерял больше времени, нежели Феттель и Перес, поскольку я менял еще передние антикрыллы, соответственно, у них было еще преимущество надо мной где-то в 5-6 секунд. Но я считал то, что за счет того, что у меня будет медиум, я, в принципе, смогу их нагнать, поскольку у моих оппонентов будет стоять хард. В принципе, так оно и вышло. Через какое-то время я догнал Переса и Феттеля, между собой они потихоньку боролись, менялись позициями, что, по сути, их замедляло еще. К 24-му кругу я все-таки их догнал. Перес, опять же, проводит свою атаку на Феттеля, бок о бок начинают они ехать. За счет этого они хуже выходят из второго поворота, и я к ним приближаюсь уже прям вплотную. Прохожу тут же Феттеля и пытаюсь тут же обойти еще Переса до поворота, но, к сожалению, не успеваю чутка, и Перес остается на первом месте до конца этого круга, где я, собственно, его и обошел за счет ДРС, без каких-либо проблем вышел на первую позицию, и теперь самое главное было просто отъехать от этой пары и оставить их вдвоем, чтобы они боролись за эту вторую позицию. Поскольку у меня был медиум, я это без проблем смог реализовать, и к концу гонки у меня уже был неплохой от них отрыв, там, в 3-4 секунды от Феттеля. Также во время гонки у нас еще успел сойти Хэмильтон, из-за каких-то проблем с ДВС, опять же, хотя вроде брал только что штрафы на этом этапе, но, опять же, почему-то сошел, почему-то решили не иметь какой-то из элементов. На момент финиша я не знал, что Леклер уже к этому моменту прорвался на четвертую позицию, и я надеялся, что он прорвется не выше, где-нибудь восьмого места, и я смогу уже досрочно стать, так сказать, вице-чемпионом, заняв трое место в личном зачете. Но, к сожалению, по итогам гонки, да, я надеялся, что он финишировал на четвертом месте, и в Абу-Даби у нас будет борьба, и причем, да, у меня будет большой разрыв по отношению к Леклеру, где-то в 19 очков, и меня она будет финишировать даже седьмым. Хватит, чтобы стать вторым в личном зачете, даже если Леклер выиграет и сделает еще при этом лучший круг. Но посмотрим, как у нас развернутся события в Абу-Даби, не будем сбегать, так сказать, вперед, так как события в Формуле-1 могут резко измениться. Что же, подиум у нас, я на первом месте, второй у нас Тебастьян Феттель и третий Чака Перес. Фрусидия зарабатывает уже второй подиум подряд, если мне не изменяет память. Также Феттель неплохо финишировал на втором месте для Феррари, поскольку Феррари уже, я не помню, когда последний раз, в принципе, у нас в сезоне приезжала в подиум, даже, скорее всего, там где-то еще в Италии, может быть, приезжала, нет, в Италии точно нет, ну, короче, где-то в середине сезона, последний раз Феррари была на подиуме, и вот, наконец-то, в Мексике все-таки так же они смогли подняться на эту ступень. Как я сказал, Леклер у нас приехал четвертым, он неплохо так прорвался обратно, конечно же, не на подиум, но на четвертую позицию после той аварии, после раннего пидстопа и смены трассе в два пидстопа, он смог вернуться в гонку. В отличие от Вальд Реботтеса, который смел только прорваться на десятую строчку. После того, как я взвернул Леклера, у нас было куча, естественно, контактов, где-то с поломными антикрыльями, где-то просто небольшой контакт, но при этом все-таки были выписаны предупреждения, но, слава богу, без штрафов. Ну и да, я там немного, опять же, насрезал под конец. По соперничеству с Леклером я его потихоньку выравниваю, но до конца сезона я не смогу его завершить. Так что наше соперничество решится на первом этапе второго сезона, ну или, может быть, в крайнем случае, в Бахрейне. В ситуации с Хэммитоном я его все-таки смог выиграть, без каких-либо проблем, хотя странно, что у него пишется то, что гонка завершена, хотя, по идее, он все-таки сошел, что довольно интересно. Почему-то игра иногда в соперничество так вот засчитывает по-глупому. Ну и что же, мы выбираем последние модификации, которые привезут нас на следующий этап. У нас также придет модификация на мощность, и я решаю, почему бы не сделать болид более износоустойчивым. Конечно, была идея взять еще модификацию в шасси, но не факт, чтобы она к нам приехала, ну и плюс, эта модификация была бы чисто на один этап. Ну а так, лучше сделаю болид хотя бы износоустойчивым в будущем, чтобы он меньше ломался. Ну и у нас было больше борьбы в будущем сезоне. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам!